Жители города стали меньше болеть в пневмонии, однако врачи рекомендуют муравленковцам внимательно относиться к своему здоровью. Зимой пневмония встречается чаще обычного. Как предупредить болезнь, знает Валерия Чижик. У данного пациента на рентгеновских снимочках мы видим изменения в правом легком в виде затемнения легочной ткани. Симптомы пневмонии, говорят врачи, многие принимают за признаки простуды. Головная, мышечная боли, кашель, жар. Однако поставить точный диагноз может только врач на основании результатов рентгенографии. На основании затемнения, которое в рентгенологии называется затемнение, но на снимочке мы видим белый цвет, то есть белые пятна, мы выставляем диагноз. Может быть пневмония двусторонняя, правосторонняя, либо левосторонняя. Пишем такое заключение в карточке пациента и отправляем его уже лечиться к участковому терапевту или в стационар. Для Надежды Даниловой пневмония пройденный этап. Она перенесла воспаление легких несколько месяцев назад. Первое время действительно считала, что подхватила обычную простуду. На работе я себя почувствовала плохо, поднялась температура. На следующий день я вызвала врача на дом. Врач назначил курс лечения. Курс лечения не помог мне. Я пошла, сделала рентгенографию и оказалось, что у меня правосторонняя пневмония. Пневмония или воспаление легких – это острые инфекционные заболевания, его возбудители – бактерии в пневмококе. Чаще пневмонией болеет взрослое население. Пневмония – это одно из таких тяжелых заболеваний дыхательной системы, которая с каждым годом все тяжелее поддается лечению, так как идет большая устойчивость к антибиотикам. Потому что в основном эти пневмонии лечатся антибактериальной терапией. Так как формируется устойчивость ко многу видов антибиотиков, то лечение, конечно же, затрудняется. В среднем лечение воспаления легких занимает от 10 до 15 дней. Только с начала этого года его перенесли почти 90 взрослых у около 40 детей. В прошлом году эти цифры были выше – 147 взрослых и более 40 детей. Иммунная система у детей не до конца сформирована и отличается от таковой у взрослых. Кроме того, симптомы течения пневмонии сглажены. И родителям очень сложно заподозрить пневмонию у своего ребенка. Уровень заболеваемости пневмонии за последние годы снижается. Это замечательно. Здесь имеет значение как соблюдение здорового образа жизни, также вакцинация. Избежать заболевания пневмонии можно. Важно соблюдать меры профилактики. Лучший способ защититься – вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно в поликлиниках города. А заболевшим бездействовать или заниматься самолечением врачи не рекомендуют. Осложнения пневмонии могут привести к летальному исходу. Поэтому, если у вас держится высокая температура, а зно поголовная боль, не медлите. Скорее обратитесь к врачу. Валерия Чижик, Андрей Нагибин, Анатолий Шуликов. Новости Муравленко.